Вы слушаете ежедневный подкаст «Медузы» о новостях, которые еще долго останутся важными. Он называется «Что случилось?», а меня зовут Владислав Горин. Под гимн Китайской Народной Республики, который, даже если его выключить, зазвучит в наших душах, поговорим про коммунистическую партию Китая. У КНР сейчас конфронтация с США, и одной из мер воздействия на власти Китая администрация президента Трампа видит введение санкций против членов Компартии вместе с родственниками. Это при том, что только партбилеты есть у 90 с лишним миллионов китайцев. И это не последние люди в мире. Это капитаны красного бизнеса и руководители мощной в экономическом, военном и культурном отношении страны. Сейчас поговорим о том, что собой представляет Компартия Китая с руководителем программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александром Габуевым. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Давайте сначала о контексте. С вашего разрешения я своими словами скажу, а вы меня поправьте как эксперт. США и Китай – это сейчас сюжет ближайшего десятилетия. Их противостояние будет этим сюжетом. Между двумя странами будет происходить конфронтация. И задача американцев создать широкую условно-западную коалицию для сдерживания китайского влияния. Все правильно говорю? Я думаю, что горизонт должен быть чуть больше. Я думаю, что это не 10 лет, а десятилетия, скорее всего. Я думаю, что до середины 21 века, скорее всего, это реальность с нами. Загадывать сложно, но я думаю, что это будет длиться больше, чем 10 лет. Во-вторых, США, по-моему, находятся только в формулировании того, что является их целями. В рамках предвыборной кампании Байдена и дискуссии демократических специалистов по внешней политике идет очень активное обсуждение того, какими должны быть реалистичные цели Америки в отношении Китая. Но одна из задач, которую сейчас проводит администрация Трампа, действительно, выстраивание широкой антикитайской коалиции. Мы в последнее время наблюдали самые разные поводы, почему могли бы поссориться США и КНР. И, собственно, они ссорились. Торговый дисбаланс, пандемия и источники коронавируса. Ситуация в Гонконге, бывшей британской колонии, вольнолюбивой, которая жила по особым правилам, и которую сейчас китайское правительство приводит к общему материковому, общекитайскому стандарту. Будут еще такие мелкие поводы, но ключевое противоречие глобальное. Оно в чем вообще состоит? США не хочет уступать пальму первенства, уступать мировое лидерство? Есть США, которые были какое-то время мировым лидером. Возможно, миф о либеральном порядке во главе с США, основанном на правилах, универсальном, якобы, после развала Советского Союза, это миф. Но, тем не менее, был однополярный момент примерно десятилетия. Сейчас очевидно, что появляется вторая такая же мощная держава, которая, если все будет происходить так же, как оно происходило примерно в предыдущие 10-15 лет, станет больше, чем США по размеру экономики, сравняется с ними по военным расходам и где-то к середине 21 века догонясь, скорее всего, по мощи своих вооруженных сил, будет очень технологически продвинутый, сложно сказать, более продвинутый, чем США, чуть менее продвинутый, чем США, или также продвинутый, но, по крайней мере, будет одним из технологических лидеров. А главное, что стало отчетливо понятно с 89-го года, что Китай не собирается превращаться в демократию даже, по примеру, Японии, или каких-то стран, где чуть менее соревновательный политический процесс. То есть это будет такая же однопартийная, авторитарная система, которая, более того, будет продвигать и свои интересы, и искать себе партнеров, и пытаться доминировать над соседями. И вообще не очень понятно, стремится она только к региональному доминированию в Азии в ближайшие 10-20 лет, или она стремится к глобальному доминированию, и это видение имеет или пока не сформулировала и так далее. Перед США это ставит огромный выбор, что же им делать в этой ситуации. Адаптироваться и учиться сосуществовать с такой страной, которую она не сможет перебороть, или стараться бить ее на взлете так, чтобы этот токсичный груз от китайского возвышения оставался бы ограничен территорией КНР, ну и некоторых сопредельных стран, которые попадут от Китая в зависимость, но не отравлял бы общемировую атмосферу, опять же, с точки зрения США. Поэтому вот это является основой противоречий. Смогут ли две такие разные страны, такие мощные страны, сосуществовать без войн, и вести конкуренцию в то же время сотрудничать. При этом, возможно, какое-то противостояние в новом мире проницаемых технологий, проницаемых финансов, проницаемых границ. Вообще, чего США может добиться в нынешней системе при каком-то противостоянии? Тем более, что с той стороны Тихого океана люди, ну, в смысле, европейцы, конечно же, и живут несколько веков, а с этой стороны Тихого океана, южнее России, великая держава несколько тысячелетий находится, и она все эти тысячелетия, в общем-то, является мировым, ну, точно региональным гегемоном. Ну, смотрите, ситуация все-таки меняется, и совершенно не обязательно, что какая-то держава, даже если она существовала в тысячелетии, будет продолжать доминировать или возвращаться к своему традиционному статусу. Китай просто до появления европейцев не встречал равного себе по силе противника, именно по силе цивилизационного вызова, потому что Китай много раз завоевывали кочевники, которые происходили в его военной мощи, но так или иначе в итоге заимствовали китайскую культуру, китайскую бюрократическую машину и потихонечку превращались в китайцев, даже если пытались максимально сохранить некую этническую чистоту, как маньчжуры и монголы. Самый большой вызов для Китая был, когда пришли европейцы и не просто захватили куски, а сказали, что, вы знаете, ваша культура многодосячелетняя, это, в общем, архаизм, это полная какая-то ерунда, подавление прав, свобод, она не инновационная и отстала в таком классическом духе европейского колониализма 19 века. Поэтому сказать, что Китай точно останется там, где он есть и будет доминировать в Азии, а Америка уйдет тебе за океан, нельзя. Здесь исход этого противостояния не предопределен, и это как раз самое интересное, что может быть и зачем стоит наблюдать, и что имеет огромное значение и для России, и для всего остального мира. Да, и заметки на полях. Роль России тут пока не очень понятна. Кажется, несмотря на то, что современные российские власти говорят о союзничестве с Китаем, нам уместнее быть с вот этим условно-западным миром. Я не уверен, что нам стоит вообще включаться в это противостояние, учитывая, что да, Китай, может быть, и не будет доминировать в Азии и уж точно в мире, но вряд ли его сотрешь ластиком с наших границ, и попадание в антикитайскую коалицию — это то, что создаст огромную угрозу и подвешенное состояние для всей России, и особенно России за Уралом. Как выглядит реалистичная теория победы над Китаем? Как эта победа будет выглядеть? Что в Китае установится демократическое правительство, которое скажет, ой, вы знаете, Китай, пожалуй, не будет превышать каких-то размеров ВВП, потому что мы не имеем на это права. Мы, пожалуй, разберем на гайке наш океанский флот, который мы создали, откажемся от всех территориальных претензий и превратимся в такую милую плюшевую пангу. Вряд ли это произойдет. Скорее всего, если в Китае будет демократия, она будет максимально националистическая и агрессивная, гораздо более агрессивная, чем нынешний авторитарный режим. Поэтому мне очень сложно себе представить, как занятие той или иной страны в этом противостоянии может помочь России остаться в безопасности и дальше развивать нашу экономику. Хорошо, давайте поговорим про Китай. Мы тут, в общем, и собрались для того, чтобы пытаться понять, и чтобы вы объяснили, что такое современный китайский режим и в каком состоянии находится партия. У нас есть небольшой, довольно формальный повод к идее санкции против членов партии коммунистической китайской обратилась администрация Дональда Трампа. Там рассматривают возможность запретить въезд в США членам Компартии и их семьям. Речь идет не о номенклатуре, а вот о партийцах, об элите китайского общества, такая глобализованная элита, это владельцы и топ-менеджеры крупного бизнеса, мирового масштаба бизнеса. Реально ли исключить довольно большую группу людей, которая насчитывает десятки миллионов человек из жизни, из глобального мира, в котором, конечно, США является важным местом? Членов партии примерно 90 миллионов. Если брать всех членов семей, очень сильно зависит от того, как вы будете определять, кто являются членами семьи, являются ли дедушки и бабушки, дети, братья и так далее. Ну, речь идет о, скорее всего, сотнях миллионов человек. Очень сложно понять, как США будет проверять членство партии, будет ли американская киберразведка сохранять базу данных всех членов партии и внимательно проверять, является ли тот человек или нет членом партии. Если эта мера будет введена, она критикуется очень сильно даже специалистами по Китаю, которые являются республиканцами, то, конечно же, это приведет в кратком и среднем срочном киюде гораздо большему антагонизму в отношении США, поскольку мера эта вводится просто по некому выбранному признаку. Если люди думают, что эта мера антагонизирует китайский средний класс и заставит его выступать против компартии, я думаю, что результат будет ровно противоположным и результат будет, скорее всего, резкий рост антиамериканизма. Что собой сейчас представляет компартия Китая? Это, скорее, не КПСС, а Единая Россия или даже Либерально-демократическая партия Японии? Ну, то есть, доминирующая сила, но с высокой внутренней конкуренцией? С чем это можно сравнить, эту организацию, эту структуру? Нет, это, скорее, именно КПСС по организации партии. Просто Китай — это не СССР. Китай вместе с куском сильной государственной собственности, которая живет не в рамках плановой экономики, но живет в рамках неких долгосрочных пятилетних стратегий, но они не такие жесткие, как план, выставила огромную рыночную экономику, которая преимущественно частная. Примерно 70% ВВП и 80% занятости генерирует частный сектор, но этот сектор также пронизан партийной вертикалью, потому что партийные ячейки существуют абсолютно на всех крупных предприятиях и на большинстве средних. В партию вступают, понятно, не из-за веры в коммунизм, а потому что это способ карьерного продвижения, это дает человеку кучу материальных бонусов и гораздо большее чувство социальной защищенности и перспектив. Поэтому по организации партия похожа на КПСС, но по своему внутреннему устройству КНР не похож на СССР, а это такая гибридная, совершенно особенная модель, где партия управляет, в общем-то, довольно эффективной полуруночной экономикой. Приводной ремень это называлось в нашей стране. Если говорить не в категориях нашего постсоветского цинизма, а все-таки про ценности, насколько они востребованы, в том числе в самой партии, потому что изрядное количество процентов людей в китайском обществе все-таки разделяют идеалы коммунизма, неважно, как они их понимают, неважно, что это такая неконкурентная идейная среда, что там нет свободы вероисповедания, и вообще плюрализм идеи довольно ограничен, но тем не менее, люди в это верят. Я не думаю, что люди верят непосредственно в коммунизм, они верят в коммунизм с китайской спецификой. Социальный контракт состоит из того, что ваше благосостояние непременно растет, и жизнь постоянно улучшается, и партия выполняет эту часть социального контракта, да, с торможением экономического роста, да, с пандемией и так далее. Тем не менее, каждое десятилетие жизни новых китайцев и тех китайцев, которые уже живут, становятся лучше, лучше, лучше. Это, в общем, и видно, если ездить по стране, и видно по цифрам международным, видно по китайской статистике и так далее. Вторая часть — это, конечно же, патриотизм и национализм. Такой довольно великодержавный, все более агрессивный и напористый, потому что четыре десятилетия страна росла как на дрожжах. Людей, которые детально помнят культурную революцию, геноцид собственный, культурной элиты уже осталось очень мало. Выросло поколение, которое уверено в себе и уверено в том, что Китай занимает место в мире недостаточно его влиянию и роли, и занимает так мало места, да, играет меньшую роль в управлении миром, чем ему бы следовало, из-за того, что его не пускают США и их союзники, поэтому это надо исправлять. Вообще поискать бы азиатскую страну, которая не была бы националистичной. Совершенно верно, но вот в Китае, поскольку история с правами человека такая довольно своеобразная, она эволюционирует для всех, но для диссидентов, конечно, становится все более неприятной и жесткой. Во-вторых, очень интересная вещь, которая сейчас происходит в Китае, это эксперимент с системой социального кредита, как его переводят на русский язык, или системой социального доверия. Это масштабная попытка выстроить механизм контроля и регулирования социального поведения людей с помощью новых технологий, то есть некий искусственный интеллект, который при базовом рейтинге всех людей, допустим, в тысячу пунктов, высчитывает ваш рейтинг в зависимости от вашего поведения. Вот вы прочитали книжку Си Дзиньпинова «Управление государством», поделились ей в своем Вейбо, и, знаете, теперь много цитата. Вам пункты добавляют. Занимайте благотворительностью, вам пункты добавляют. Регулярно платите элементы, пункты вам добавляют. А вот если вы установили себе VPN и попробовали почитать газету «Нью-Йорк Таймс», или подрались с пьяным в баре, или что-то еще сделали, пункты вам вычитают. И в зависимости от вашего рейтинга у вас регулируется и доступ к социальным благам. То есть это и история про контроль, и история про то, что эта система позволит вам все больше выстраивать свое поведение в зависимости от ожиданий обезличенного социума, которого представляет вот этот искусственный интеллект. Система пока не запущена. Китайцы экспериментируют с разными и алгоритмами, и технологическими системами в разных частях Китая. Но эксперимент очень интересный, потому что в его основе лежит вообще немножко другое понимание человека, чем оно лежит в христианско-греческой цивилизации. Это понимание, которое сформулировали так называемые легисты, то есть законники где-то в IV-III веках до н.э. И понимание сводится к тому, что человек — это животное, оно понимает награды и наказания. Поэтому давать человеку свободу совершенно не стоит, а его надо направлять, и только так социум может нормально развиваться. Если дать людям свободу, или пытаться играть с ними такое конфуцианское морализаторство про то, что в людях есть хорошая основа и семейные ценности будут регулировать их поведение, это все полная ерунда. Да, надо давать сахар и пряники, и бить хнутом, если люди нарушают какие-то запреты. Если эта модель приживется в Китае, то у нее, мне кажется, довольно большой потенциал экспорта, и к ней очень активно присматриваются многие страны, не только соседние. Можно почитать про это, например, на Медузе, и в частности про Синьцзянь, уйгурский автономный округ, где система контроля, в том числе вот такого электронного, достаточно жесткая. Давайте вернемся к КПК, Коммунистической партии Китая, и про базовые гласные и негласные правила поговорим. Опять же, можете меня поправить, как эксперт. Мне казалось, что важное негласное правило в партии – это клановость. Ну, то есть, нынешний председатель Китая, глава партии Синьцзяньпинь, он из одного из южных кланов, и он подтягивает своих людей, ну, как Брежнев Днепропетровских подтягивал. И таким образом формирует свою такую внутреннюю власть, и как раз эта клановость создает внутреннюю конкуренцию. Я ошибаюсь? Вы ошибаетесь в том, что конкуренция между группировками была. Сейчас она гораздо меньше, потому что Синьцзяньпин очень сильно зачистил систему. Но это кланы, которые выстраиваются не на основе того, что вот есть некие региональные группировки неизменные, потому что есть некие сущности. Вот Днепропетровская группировка откуда возникла? Или питерские силовики? Потому что на вершину пирамиды выгнулся конкретный человек. В данном случае Владимир Владимирович Путин. Это не то, что ходят люди по улицам и опознают друг друга издалека по говорку, там, слову поребрик, зенитовскому шарфу и, не знаю... Куре с гречей в руках. Да, цитаты переписки авторов Серебряного века. Это люди, которые работали с конкретным человеком в конкретной организации. Ленинградское КГБ и мэрия Санкт-Петербурга. И дальше человек, попадая на вершину властной пирамиды, подтягивает людей, с которыми он работал, которым он доверяет. И, как он говорит в книге «От первого лица», у них есть чувство локтя. И эти люди тянут за собой своих выдвиженцев и так далее. Вот у вас возникает определенная бюрократическая пирамида. То же самое происходит в Китае во время 90-х годов, когда правил Цзян Зиминь. Он до своего возвышения превращения в генсекарную партию и председателя КНР и главы Центрального военного совета был главой городского комитета партии в Шанхае. Соответственно, он подтягивал людей, которые работали с ним в Шанхайском горкоме. Там оказались многие выходцы из соседних провинций в дельте реки Янзы. Точно так же Ху Цзиньтао, у которого самый главный первый пост был главой комсомола, он рекрутировал многих людей, которые работали с ним в комсомоле. Соответственно, они подтягивали уже свои связи комсомольские. Цзинькин работал долгое время в провинции Фудзянь южной и потом в провинции Джидзян соседней. Вот кадровый его резерв это те люди, которые работали с ним там. Это не какой-то оформленный джидзянско-фудзянский клан, который говорит на определенном диалекте и как-то себя идентифицирует. Это просто нормальная, абсолютно бюрократическая пирамида. Это работает точно так же, как работает в России. И конкуренции сейчас нет, потому что Цзинькин потратил свой первый срок на очень масштабную консолидацию власти. Он назначил на внутреннюю партийную спецслужбу Центральную комиссию по проверке дисциплины своего ближайшего соратника Ван Тишаня, который по образованию банкир очень хорошо знал, где у кого что лежит, как людей хватать не только за аморалку и так далее, а и за финансовые преступления, за коррупцию, и развернул масштабную антикоррупционную чистку, которая обернулась и зачисткой его возможных оппонентов партии. И сейчас мы подошли к ситуации, когда если раньше были некоторые неформальные ограничения на количество сроков, в которые человек мог находиться у верховной власти, и он должен был ратироваться раз в 10 лет, то сейчас эти ограничения сломаны, и, судя по всему, в 2022 году Цзинькин вполне успешно пойдет на третий срок. Вот про это второе гласное правило я тоже хотел с вами поговорить, про сменяемость власти, во многом опираясь на печальный опыт КПСС. Я говорю про старение кадров в позднем СССР физическое вымирание высших руководителей. В Китае долгое время происходила регулярная ротация руководства, но пару лет назад, как вы сказали, Си Цзиньпинь эту систему снял. Баланс сейчас в КПК нарушен, и вот эта бюрократическая система, которая была, может, не очень конкурентной, но была вынуждена по своим внутренним установкам обновляться, она в ситуацию застоя переходит? Я не думаю, что это так. Мне кажется, что система, она складывалась сознательно ДНСР на 80-е годы и потом развивалась в 90-е и 2000-е, и действительно было неформальное правило о том, что верховный лидер и премьер должны меняться раз в 10 лет, должно на каждом пятилетнем съезде обновляться и 25-местное политбюро, и постоянный комитет политбюро, то есть это как такой совет директоров, в котором 7 или 9 человек по-разному бывало, и есть и регулярная смена власти, и коллективное руководство, то есть все решается в постоянном комитете политбюро обсуждением, и у каждого члена, мы до конца не знаем, как происходит конкретно процесс принятия решений, но, скорее всего, у каждого члена политбюро есть право вето, точнее, было право вето, и внешняя система выглядит как бы здорово, классно она позволяет сохранять некую стратегическую линию, при этом не засиживаться наверху, но как это выглядит на самом деле? Вот товарищ Дзян Зимин, который ушел с поста генерального секретаря в 2002 году, у него преемником был товарищ Ху Цинтао, которого Дзян Зимин сам себе не выбрал, его ему выбрал Дэн Сяопин в том момент упокойный. Для того, чтобы Ху Цинтао контролировать, Дзян Зимин окружил его своими соратниками, более молодыми, в постоянном комитете политбюро. И первые пять лет товарищ Ху потратил на то, чтобы бороться с назначенцами своего предшественника. А последующие пять лет своего срока он уже имел в постоянном комитете политбюро дышащего ему в затылок Си Цинькина. И он потратил следующие пять лет на то, чтобы окружить уже Си Цинькина своими выходцами, для того, чтобы они гарантировали и преемственность курса, и сохранность Ху Цинтао, его семьи, его активов, его соратников и так далее. Да, у Си Цинькина идея довольно простая, что вот если мы будем продолжать играть в эти циклы, внешне у нас есть некая стратегическая линия и сменяемость, на самом деле это очень серьезно ограничивает верховного лидера и команду в проведении глубинных структурных реформ. Потому что, как только вы делаете шаг влево или шаг вправо, вы задеваете чьи-то интересы каких-то масштабных семей, которые сидят в полетбюро или в Центральном комитете и заинтересованы в том, чтобы максимально эксплуатировать свой доступ к власти для личного обогащения. Он считал и считает, что таким образом Китай может пойти по пути СССР как раз, и партия переродится, если уже не переродилась, в сборище коррупционеров, грабящих страну. Ну и собственный пример это партия Гаминьдан, правившая Китаем до победы коммунистов в 1949 году, погрязшая абсолютно в коррупции. Именно для этого Си Цзиньпин правила и сломал, для того, чтобы он сидел как можно дольше или ровно столько, чтобы провести все структурные реформы, которые он хочет сделать Китай снова великим. Но, естественно, чем дольше вы сидите, тем больше у вас есть ощущение собственной незаменимости, тем больше у вас людей, которые говорят, что только вы можете спасти страну, ну и тем больше у вас это ощущение крепнее внутреннее. Поэтому будет очень интересно посмотреть, как долго Си Цзиньпин будет стараться удерживаться у власти и в каком формате. Потому что он совмещает три поста, он может уйти с некоторых постов, оставив себе, допустим, позицию верховного воднокомандующего, как это делал в свое время и Дэц Си Цзиньпин, и Дзян Зимин. Внутри же, помимо него, в партии продолжается вот эта возрастная ротация, то есть кровь и циркуляция кадров осуществляется, единственным исключением является сам товарищ Си. В качестве вывода, на ваш взгляд, насколько эта однопартийная авторитарная система конкурентна, способна к изменчивости и адаптации и одновременно насколько она стабильна? Надолго ее хватит, короче говоря? Или ненадолго? Она не очень конкурентна, она очень адаптивна, потому что это система, которая прекрасно понимает, что она сидит на пороховой бочке, где, опять же, социальный контракт основывается на том, что вы постоянно должны повышать уровень жизни людей. И природной ренты у вас нет, у вас есть люди, которые, да, огромный ресурс, но в то же время и довольно требовательны к тому, чтобы вы выполняли свою часть социального контракта. Они прекрасно понимают, что смены власти в Китае происходили из-за локальных взрывов социального недовольства в каких-то городах, причем эти взрывы происходили не как в России, только в столице, начиная со временем стрелецких бунтов, будь то Москва или Питер, где то, что происходит в стране, вот в Хабаровске, важно, но вряд ли все думают, что то, что происходит в Хабаровске, это вот прям угроза для той системы, которую построил Владимир Путин. Там руководство прекрасно понимает, что любой неконтролируемый взрыв в Ухане, в Гуандуне, где-нибудь еще может стать началом конца. Поэтому система очень отзывчива, у нее очень много внутренних механизмов обратной связи. Часть реформ, которые Си Цзиньпин сделал, предполагают усиление партии и ее укрепление, она будет более жизнеспособной. Главный момент хрупкости теперь это именно личность верховного лидера и то, насколько стянуты им на себя полномочия, потому что он человек, как и все мы, у него 24 часа в сутках, он не понимает все темы достаточно глубоко, насколько вот это вот замыкание всех вопросов стратегических на него может обернуться тем, что у него просто не хватит времени или глубины экспертизы по разным вопросам и где-то случатся провалы, причем они будут случаться все более и более и более часто. Я приведу вам два примера. Один из примеров из внешней политики, например, конфронтация с Индией. Большие инциденты, которые происходили последние несколько недель на границе. В целом, в общем, все это выглядит довольно нелогично с точки зрения долгосрочной китайской стратегии. Кажется, и это был курс некоторых предыдущих лидеров, что с Индией надо вести к постепенному размежеванию и установке прочной границы. Это сделает Индию нейтральной или, по крайней мере, на долгие годы заметит ее дрейф в сторону США, что позволит Китаю иметь свободу маневра в Южной Азии. И, тем не менее, у Си Цзиньпина, судя по всему, это его личная идея, что сейчас надо как можно более активно соседей поддавливать, и внутри партии уже нету возможности противиться проведению его курса. Это одна история, скорее негативная. Вторая история, скорее позитивная. В 2015 году Си кто-то продал идею, что если раскрутить капитализацию фондового рынка, то госкомпании смогут снизить свое долговое бремя, обвинять его на акционерный капитал и тем самым более здорово развиваться. В прессе, включая партийный рубр и Жене Минджибао, началась большая кампания по пропаганде фондового рынка. В итоге за год экономика выросла на 6%, рынок вырос почти на 140%, и все закончилось большим слопыванием фондового пузыря, который долго потом разгребали. Вот сейчас, две недели назад, подобная кампания была началась в Шанхай, и она была тут же прекращена центральным руководством. То есть, это показывает, что система все-таки самообучаемая, и какие-то вещи они умеют контролировать и душить зародыша довольно хорошо. Как найдется вот этот баланс между стареющим авторитарным лидером, стягивающим на себя все больше полномочий, и в целом очень компетентной адаптивной бюрократической системой, мы не знаем, поэтому наблюдать за Китаем и пусть китаистам невероятно интересно. Да, чертовски интересно. Спасибо большое. И все совпадения случайны. Никакие аналогии невозможны ни с советской властью, ни с современной России. Мы говорили с руководителем программы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе московского центра Карнеги Александром Габуевым. Спасибо, до свидания. Спасибо большое. Вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. В предыдущем эпизоде мы рассказывали о людях, которые выступают искренне, причем выступают в поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. Кстати, могу порекомендовать не только наш предыдущий подкаст, но и статью Алексея Ковалева, которая вышла на этой неделе. Она посвящена Китаю и там тоже присутствует в качестве эксперта Александр Габуев. Посмотрите на сайте «Медузы» этот материал про то, как КНР ведет пропаганду своих ценностей в России. Деятельность эта огромна и немножко бестолкова. Но если возвращаться к подкастам, вы можете послушать любой наш эпизод в любое удобное для вас время. Для этого заходите на сайт «Медузы» или в наше мобильное приложение. Также мы есть в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, в CastBox и на Яндекс.Музыке, а еще на YouTube и на всех остальных основных платформах. Пожелания и предложения ждем на почту адрес podcastsobakameduza.io и в Telegram meduza.lovesyou. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok